Вот так вот мы черпаем и выносим. И так же с унитаза. К обеду Людмила Ахмедзянова уже вынесла порядка 10 ведер. Женщина возмущена, ведь фекальная вода хлечит из раковины туалеты на протяжении недели. Вместо того, чтобы продавать свой товар, ей приходится следить, чтобы магазин просто не затопило канализационными отходами. Вот такой бардак. Мочой мы дышим. В туалет сходить мы не можем. Вот в таких условиях мы работаем. Понимаете, товар весь деформируется. Все это ведь, все. Приходит негодность. От запаха канализации бегут и клиенты. Так парикмахеру Вере Афониной пришлось сегодня отменить три записи. Без воды она не может сделать окрашивание клиенткам и даже продезинфицировать необходимые инструменты. Отчего и стабильной зарплаты у нее нет с конца апреля. Единственное, что сегодня был клиент, это на стрижку. И все. Больше мы не можем работать, у нас нет возможности ни руки не помыть, ни инструмент не помыть. Нет у нас рабочего времени. У нас получается, что мы просто дежурим, контролируем, сливаем вот эту воду, вот эту канализацию и всем этим дышим. Тем временем котлован, который больше напоминает фекальное озеро, на улице Лукина продолжает пополняться отходами. На месте там сейчас работают аварийщики. Приехали представители водоканала. Но ни жителям, ни нашей съемочной группе объяснить сложившуюся ситуацию они не смогли. Мы вообще-то не оградились здесь, не видно, что не ходите, не слушайте. Отойдите, пожалуйста. Вы знаете, здесь люди могут... Я знаю. Вы отсюда отойдите, пожалуйста. Авария произошла еще в конце апреля. Из-за ветхости прорвало коллектора. Сточные воды стали подмывать грунт. Это, по словам местных жителей, происходит каждый год, но чтобы ремонт так затянулся впервые. В пресс-службе водоканала на вопрос, когда же устранят аварию, ответить не смогли. Работы ведутся круглосуточно, не прекращаются. В 24-часовом режиме аварию стараются устранить. По поводу того, как скоро устранят эту аварию, ничего говорить не будут. Просто обманывать не хочу. Мы работаем в максимальном режиме усиленном. Жители уверены, что в ближайшее время их проблема не разрешится. Ведь впереди еще и праздники. Поэтому люди в отчаянии запасаются водой и армонизаторами.